здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы продолжим диалог о ruby on rails 6 в частности я хотел бы поговорить о такой вещи как кранду то есть это просто аббревиатура которая обозначает что мы можем что-то создавать обновлять читать удалять ничего больше так вот в прошлом видео мы уже немного поговорили о том как работать с нашими данными мы с вами если помните в контроллере выдали список всех вопросов из bd теперь я хотел бы сделать так чтобы можно было создавать эти самые вопросы в методе new то есть этот метод new будет нужен для того чтобы пользователь перешел на эту страничку увидел там некий интерфейс с помощью этого интерфейса опубликовал новый вопрос давайте откроем конфиг и откроем файли краудс для того чтобы создать новый маршрут куда пользователь может обращаться мы напишем get questions slash new обратите внимание то есть создать новый вопрос и метод у нас тоже будет new прелестно прелестно теперь что касается самого метода что мы там хотим сделать в этом методе нам нужно инстанцировать новый класс для question прошлом видео я уже показывал что наши вот эти вот модели в частности question мы можем инстанцировать и когда эту мою модель инстанцируем она не сразу сохраняется в базе данных она существует в памяти и пока она в памяти существует может заполнять атрибуты этой самой модели смотрите давайте опять откроем наш с вами консоль и на практике это все дело обсудим в частности я напишу question.new мы видим что здесь все поля имеют значение нил теперь я могу сказать например что по из чем тайтал это мой тайтал теперь если я посмотрю что тут кое с чем это вот он мой тайтал сохранился и вот как только я скажу question.save эта запись попадет в пд для нее будет назначена и дишник креет это это дает то есть она будет именно сохранена с теми атрибутами которые я установил то есть ровно то же самое хочу проделать вот моих контроллер и сначала я хотел бы чтобы вот здесь было и просто инстанцирована вот эта новая запись новый образец этого класса потом пользователь самостоятельно заполнит все нужные поля и уже после того как эти поля заполнены мы эту запись сохраним теперь внимание вопрос где же у нас пользователь будет заполнять все эти поля а заполнять он эти поля будет да совершенно верно в форме он будет их заполнять теперь давайте откроем views questions и в questions создадим новый файл который называется new html erb здесь поставим заголовок первого уровня напишем new question можете писать по-русски можете писать по-английски на ваше усмотрение теперь нужно сгенерировать форму форма может быть конечно сгенерирована просто тегом форм но это не путь ruby on rails путь ruby on rails использовать специальные вспомогательные функции в частности вспомогательную функцию форму и если кто-то к нам приехал так сказать по старым рельсом да с прошлых версий ruby on rails то здесь другой немножко helper да раньше использовался но теперь рекомендуется использовать форму и здесь вы можете либо передавать url и говорить на какой url эта форма должна быть отправлена либо вы можете сказать просто вот так модель модель у нас кое с чем в нашем случае эта вещь более предпочтительные почему потому что здесь у нас форма сгенерируется сразу правильно нам не придется здесь так сказать какие-то дополнительные делать манипуляции и теперь я сделаю следующую штуку я скажу что в этой форме я хочу отобразить текстовое поле для тайтла то есть чтобы сюда можно было вводить этот самый тайтл здесь сразу можно передать дополнительные всякие атрибуты ну например вот у нас в прошлый раз мы для кости на делали что минимальная длина тайтла это 2 и что-то это должен быть указан поэтому здесь мы можем сказать например рекуа и штуру и пардон мин лэнк 2 вот так вот это просто обычные атрибуты которые будут добавлены в тег то есть вся вот эта конструкция сгенерирует для нас теги html ничего больше это просто вспомогательные некие функции которые делают данный процесс более удобным более понятным более простым запустим сервер посмотрим что получилось так ну вот наша форма давайте я его так вот прям сильно масштаб увеличу чтобы лучше видно то есть вот текстовое поле если я скажу сейчас inspect то собственно мы видим что у нас генерировал с input у него есть атрибут required у него есть атрибут min length тип у него текст имя у него указан правильно то есть с помощью наших замечательных хелперов по большому счету мы генерируем правильные вот эти вот элементы формы кроме всего прочего для действия формы то есть для экшена то куда форума будет отправляться указывается слэшку из чем тип запроса указывается как пост про это поговорим чуть позже также он здесь дополнительно добавляет вот это скрытое поле она которая называется аутентистит руки но это нужно для того чтобы защитить наши с вами приложение чтобы у нас не было кроссайт request fordger и так называемого то есть короче говоря релеса нашей безопасности заботятся хорошо все прекрасно но здесь есть несколько нюансов во первых я хотел бы указать здесь placeholder сказать здесь по крайней мере title и также возможно здесь имеет смысл сразу указать лейбл то есть пометку что в этот текст что в это текстовое поле нужно передать вот теперь у нас нашла и был вот placeholder я начинаю писать все работает то же самое мы можем сделать давайте кстати отдела обраме наверное в блок див по крайней мере пока стилизовать особо не будем но хотя бы просто для никого такого логического разбиения здесь мы скажем что будет у нас не тайтл а боди соответственно боди скорее всего будет довольно длинным поэтому вероятно даже здесь мы будем указывать не текст филд а текст и ирия чтобы большое поле ввода было и также нам потребуется кнопка для отправки этой формы здесь мы скажем сагнит кое с чем например как и несложная форма обновляем страницу смотрим все замечательно получилось сейчас если я нажму submit question ведь он не говорит please fill out this field то есть браузер самостоятельно проверяет что поле не заполнено а проверяет он почему потому что здесь стоит атрибут required то есть это делается на стороне браузера при этом вот эти валидации тоже делать совершенно необходимо то есть конечно проверка данных на стороне клиента это важно но проверка на стороне сервера куда важнее значительно важнее потому что эту клиентскую проверку очень легко обойти можно поэтому на сервере все данные которые пользователи вам присылают проверять нужно дорогие друзья обязательно пользователям доверять нельзя ни в коем случае они могут либо специально либо случайно чем сломать и потом вы будете очень долго с этим разбираться здорово давайте теперь сделаем следующую штуку нам нужен некий метод в нашем контроллере другой метод который будет обрабатывать присланные нам данные как мы только что с вами выяснили вот в этой форме у нас форма отправляется на слэш questions а вот здесь метод это post post это тоже глагол мы уже знаем один глагол который называется get это get запрос get запрос отправляется например в том случае когда вы что-нибудь пишите в браузере нажимаете enter это get запрос когда же отправляется форма зачастую используется пост запрос это не всегда но часто так вот пост запрос его особенность заключается в том что помимо собственно вот этого url а куда мы этот запрос направляем можем отправить пристыковать к этому запросу разнообразные данные то есть эти данные будут добавлены в так называемое тело этого запроса то есть когда пользователи отправят вот эту форму все введенные данные к запросу будут пристыкованы и мы сможем эти данные используют для того чтобы сформировать вопрос и его сохранить надеюсь идея примерно понятно теперь давайте откроем раутс опять что-то Этот файл потерял, вот он. И здесь мы скажем, что у нас на глагол вот этот postQuestions, то есть то, куда отправляется форума, мы будем отвечать и обрабатывать этот запрос в методе create. То есть создать этот самый замечательный вопрос. Здесь я сделаю следующую штуку. Я скажу renderPlay, params, ну просто params даже. Что такое renderPlay? Здесь нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что по умолчанию вот эти два метода, да и любые другие методы в контроллере, как мы уже знаем, они на экран будут выдавать для пользователя содержимое наших с вами представлений. То есть, например, если называется метод index, то будет найден view, который называется index.htmlrb, будет сформирован и отправлен клиенту. То же самое для new. Это действие по умолчанию, но это не всегда удобно. В ряде случаев нам нужно сделать какое-то другое действие и выдать на экран что-то иное. Например, просто текст. Для того, чтобы выдать на экран что-то иное, используется метод, который называется render. То есть отрендерить, то есть, грубо говоря, показать, будем так говорить. И когда мы говорим plane, это обозначает, что я хочу выдать обычный текст. И в этот текст будет собой представлять объект, который называется params. Params – это все параметры запроса, которые пришли. То есть с помощью рендера можно на экран выдавать что угодно, любой текст. Хорошо. Теперь это мы дело сохраним. Здесь я напишу title for question. Здесь я напишу my body и нажму submit. И вот результат того, что выдается на экран. Соответственно, Authenticity token нужен для того, чтобы проверять подлинность запроса для безопасности. А вот здесь у нас, смотрите, question, то есть наш с вами вопрос и все его параметры. То есть вот title имеет значение такое-то, body имеет значение такое-то. То есть это то, что пользователь нам присылает, тот вопрос, который он хочет создать. Но здесь дополнительная всякая информация. Контроллер, видите, который обрабатывает метод, это нам сейчас не нужно. Нас будет интересовать именно вот этот замечательный question. Здорово. Кстати, то же самое вы можете посмотреть в консоли. Вот здесь вот начинается запрос post, вот ваши параметры, вот ваш question. То есть все здесь замечательно тоже можно смотреть. Сейчас он, видите, говорит rendering text template, потому что мы, собственно, рендерим на экран plain text. Классно. Теперь нам нужно будет отдублировать вот эту замечательную строку. Но теперь говорить не просто new, а создать новый вопрос с, так сказать, вот этими параметрами. Для того, чтобы эти параметры вытащить, мы создадим новый закрытый метод, который назовем question.params. И скажем, что в присланных параметрах нам нужно обязательно найти вопрос. И из этих параметров я хочу достать только title и body. Это достаточно важно. Почему? Потому что в теории клиент может помимо вот этих параметров title и body попробовать прислать, например, параметр ID. То есть прямо вот сюда засунуть и написать что-нибудь в духе ID будет там, я не знаю, 10. И попытаться прям перебить этот ID вот так вот руками. То есть такого быть не должно. Поэтому для этого, для того, чтобы защититься от вот таких вот хитрых пользователей, мы прописываем только те параметры, которые мы разрешаем создать в этой самой форме. Здесь я создам теперь question.params. То есть вот эти все параметры будут вытащены из объекта парамс, подставлены сюда. То есть на данном моменте будет создан образец класса question с вот этими параметрами. Классно. Теперь мы скажем, что if question save else. Соответственно, если вопрос был создан, я хочу сделать редирект. Редирект это новый метод, который по большому счету пользователя перенаправит на другую страницу. Редирект работает очень просто. То есть браузеру присылается ответ от сервера, переходи на другую страницу. Я скажу questions path. То есть перейти на страницу всех вопросов. Если же вопрос был почему-то не сохранен, то тогда я скажу render new. То есть что это обозначает? Это обозначает, что нужно отрендерить еще раз представление new html и rb, если вопрос сохранить не удалось. Обычно вопрос сохранить не удалось. Почему? Потому что не пройдена валидация. То есть что-то там пользователь указал не так. Теперь что? Ну теперь, наверное, надо проверить, как это все работает. Что мы с вами ничего не напортачили. В частности, я question 1, body 1, submit question. И мы видим, что все работает. Смотрите, вот он наш вопрос. Давайте посмотрим, что у нас в консоли. Мы видим, что вот начался запрос post questions. Вот наши с вами параметры. Вот пошел запрос insert. Вот ставим title body. Остальные там по ID-шнику автоматически назначаются. Commit transaction означает, что все в порядке. То есть все работает. И дальше он перенаправляет на get questions. Почему? Потому что идет ответ от сервера 302. 302 это как раз и есть redirect. То есть мы говорим клиенту, переходи на другую страницу. В частности, на get questions. Из таблицы questions он вытаскивает все вопросы. После чего эти вопросы отображают на странице. Что обозначает, что все работает корректно. Теперь давайте проверим вот какую штуку. Проверим, что нельзя отправить пустую форму. Для того, чтобы это сделать, мы, во-первых, временно уберем эти все проверки. Обновим страницу. И попробуем отправить пустую форму. Я нажимаю submit. Но видите, он меня перенаправляет обратно. То есть он меня перебрасывает сюда. И здесь я уже вижу, что он пишет следующую штуку. Он говорит rendering new HTML ERB. Видите? И здесь в этом post questions нету никакой транзакции. То есть здесь запрос SQL не выполняется, потому что валидация не проходит. Потому что мы отправили пустую форму, по большому счету. Вот как это, дорогие друзья, работает. Впоследствии мы еще поговорим о том, как здесь выдавать сообщения об ошибках. Пока давайте, наверное, этого делать не будем. Далее нам необходимо сделать что? Далее нам необходимо позволить пользователям редактировать эти записи, эти вопросы. Пока мы не говорим, конечно, о том, что вообще-то разные пользователи могут отправлять свои вопросы. И вопросы друг друга, скорее всего, они редактировать не могут. Но пока сделаем вид, что так должно быть. Про авторизацию и аутентификацию будем говорить в дальнейшем. Так, теперь давайте здесь поставим BR и скажем, например, link to edit. И здесь нам нужен будет, так сказать, новый маршрут. Маршрут этот будет представлять собой следующую конструкцию. Во-первых, это будет getMarshruit, потому что мы опять должны будем отобразить форму. Также здесь я хочу поставить вот такую штуку ID и написать edit. А здесь тоже я хочу написать edit. Что все это значит? Это значит, что вот на этой позиции будет автоматически подставляться идентификатор из базы данных того вопроса, который я хочу сейчас отредактировать. Потому что если ID-шник не указывать, то будет непонятно, какой именно вопрос мы редактируем. Двоеточие здесь обязательно, потому что двоеточие указывает на то, что это переменное поле. Оно меняет свое значение. А edit, ну просто edit. То есть я просто говорю, что вот, в детстве я хочу редактировать такую-то запись. Все это прекрасно, но мы видим, что у нас как-то вот эта вся вещь уже очень сильно разрастается. То есть у нас очень много строк, которые просто создают какие-то банальные маршруты. Для того, чтобы все это дело немного упростить, мы можем использовать метод, который называется resources. Здесь написать questions. И далее мы можем передать массив из символов. Этот массив можно создать следующим образом. Здесь мы можем написать index.new.edit.create. Либо можно даже написать вот так. Так мне кажется писать более удобно. Эта вещь обозначает, что для questions нужно создать маршруты для методов index.new.edit.create, которые будут выглядеть вот ровно так, как я здесь написал. Теперь, если я удалю вот эти маршруты и скажу rails routes, то я увижу, что вот они мои маршруты. Вот questions для выдачи всех вопросов. Вот post для создания вопроса questions created. Просто не влезло. Потом вот new question. Это для отображения формы. А вот для edit question тоже отображение формы. То есть, иными словами, вот такая форма записи позволяет вам создать сразу множество маршрутов для одного контроллера. Это гораздо удобнее, поэтому давайте использовать такую форму записи. Классненько. Теперь, что касается edit. Давайте я буду писать сверху, чтобы было лучше видно. В этом методе edit нам нужно сделать что? Вероятно, нам нужно найти тот вопрос, который мы хотим с вами отредактировать. Для этого мы будем использовать findBy. FindBy – это метод, который принимает одно или несколько полей для поиска. Здесь мы пишем id.params.id. id – это название того поля в базе данных, по которому делается запрос, по которому делается поиск. Params – это объект со всеми параметрами запроса. id – это параметр запроса, который, собственно, называется id. Берется он откуда? Берется он из маршрута. Вот отсюда. Вот, посмотрите. Вот эта переменная часть id – это и есть параметр запроса, который нас будет интересовать. Вот примерно как это работает. Так, ну теперь давайте создадим questions.edit.html.erb, напишем edit.question, и пока напишем просто что-нибудь в духе question.inspect. Так, теперь вот список всех наших вопросов. Здесь нам нужно выдать, собственно, ссылку на редактирование вопроса. Ссылка эта будет называться edit.question.path. Этот префикс генерируется автоматически, его вы можете посмотреть с помощью rails.rouds, он так называется по умолчанию. И вот этот edit.question.path должен принимать, собственно, объект question. Почему он должен принимать вот этот объект question? Принимать он должен его для того, чтобы идентификатор вопроса подставить в строку запроса. То есть вот этот вот параметр id переменной, который у нас с вами в нашем url указан, вот на его позицию нужно подставить id-шник. А чтобы подставить id-шник, нужно знать, собственно, какой id-шник подставлять. И для того, чтобы указать, откуда этот id-шник брать, вы передаете вот здесь этот объект. Хотя при желании можно написать question.id, но метод .id будет вызван автоматически относительно этого объекта, поэтому можно писать просто question. Обновляем страницу. Ничего не работает. А не работает ничего потому, что, собственно, здесь question должен быть без собачки, потому что собачка здесь не нужна. А собачка не нужна почему? Потому что question здесь это локальная переменная. Вот теперь у нас ссылка edit. Давайте посмотрим через inspect. И мы видим, что здесь написано questions2.edit. То есть 2 это идентификатор этого вопроса. Если я посмотрю вот эту ссылку, то я увидел, что здесь идентификатор 3. То есть идентификаторы здесь разные. То есть с помощью этих идентификаторов мы говорим, какой вопрос хотим редактировать. Давайте отредактируем этот. И мы видим, что вот он question1, body1, то есть тот вопрос, который мы с вами только что создали. Теперь нам здесь нужно, естественно, выдать форму. То есть ту самую форму, которую пользователь будет заполнять и отправлять. На самом деле эта форма будет практически такая же, как и здесь. Мы можем ее попробовать даже с вами сейчас отдублировать. Здесь у нас снова возникает ошибка. Это нормальная история. Почему? Потому что эту форму непонятно сейчас куда отправлять. То есть у нас, смотрите, у нас есть метод edit, но у нас нет такого метода, который будет эту форму из edit обрабатывать. То есть у нас есть new, который форму отображает, и у нас есть create, который форму обрабатывает. У нас есть edit, который форму отображает, но метода, который форму обрабатывает, еще нет. Такой метод обычно называется update. То есть обновить какую-то запись. Теперь, когда я этот метод update создал, я обновил страницу. Я увидел, что вот у меня эта форма работает. Давайте проверим, что у нас здесь. И здесь он говорит, что форум будет отправлен на question.slash3. Обратите внимание, то есть айдишник здесь тоже подставляется. Айдишник еще раз очень важен, потому что нам нужно понимать, что именно мы с вами хотим обновлять. А здесь такая хитрая штука. Смотрите, штука заключается в том, что вроде как написан метод post, но на самом деле вот здесь метод прописан как патч. Метод патч – это нестандартный метод http, потому что протокол http знает всего лишь два метода. Это get и post, но в последние годы появились еще методы патча delete. Так как протокол http их не поддерживает, их приходится, так сказать, эмулировать. Патч используется в том случае, когда вы хотите что-то обновить. Он работает точно так же, как post, но просто более точно ваши намерения объясняет, что вы хотите сделать. Поэтому Ruby on Rails автоматически подставляет вот это скрытое поле со значением патч. И там, грубо говоря, за кулисами Ruby on Rails понимает, что вот у нас на самом деле метод патч. Кроме всего прочего, обратите внимание, что здесь значения этой формы автоматически подставлены. Теперь давайте откроем метод update, создадим точнее этот самый метод update на основе edit. Так, update. Здесь нам опять же потребуется найти тот вопрос, который мы редактируем. После чего взять параметры, которые мы вот здесь уже с вами сформулировали. И опять же мы можем сказать, что… Да давайте просто вот эту штуку скопируем. Давайте вот здесь просто эту штуку немножечко обновим и скажем, что мы хотим обновить наш вопрос с новыми параметрами. Если это получилось, мы делаем редирект. Если нет, то мы рендерим опять же форму edit. Давайте здесь напишем updated и new body. Здесь напишем, чтобы нам просто было видно, что происходит. Скажем submit. И вот у нас все это дело обновилось. Теперь мы смотрим сюда. И мы видим, что вот она пошла, транзакция. Update, questions, set title. То есть он устанавливает title и body. И вот значение title и body. То есть тоже все замечательным образом работает. С чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Здесь, естественно, может возникнуть вопрос, что мы дублируем код. То есть в new и в edit у нас одинаковая абсолютно форма. То есть зачем это нужно? Для того, чтобы от этого дублирования избавиться, мы эту форму вырежем и создадим новый файлик, который назовем форм. Но в начале мы поставим нижнее подчеркивание в названии этого файлика. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы указать, что данный файлик будет не просто представлением. А этот файлик будет так называемым частичным представлением. Или как он называет по-английски partial. Partial это такое представление, которое рендерится само по себе. То есть рендерится вся вот эта разметка. Но эта разметка не вставляется в layout. То есть мы уже знаем, что есть layout, есть базовая страница. Но, соответственно, в данном случае вот эта штука будет рендериться как бы сама по себе без layout. Partial как раз нужны для того, чтобы сюда вставлять какие-то кусочки кода и потом подключать их на разных страницах. То есть вот эту разметку вставлять на разные другие страницы, в обычные представления. Поэтому давайте мы сохраним эту штуку и теперь откроем edit. И в этом самом edit напишем, что render.form. Вот и все. Работает это следующим образом. Опять же мы используем render для того, чтобы на эту позицию подставить какую-то разметку. Разметка будет взята из файлика form. Файлик form. Вот он. По умолчанию будет выполнен поиск в текущей директории. Если вы хотите отрендерить файлик из другой директории vovuse, вы пишите, например, pages.form. В этом случае вот этот файлик form мы будем искать в директории pages вот здесь вот. Если его там нет, то будет, естественно, выдана ошибка. То есть таким образом мы можем немножечко убирать дублирование кода и рендерить одну и ту же разметку в разных местах. Теперь то же самое мы сделаем здесь. Вставим сюда это дело. Сохраним. Еще раз нажмем edit. И видим, что все продолжает работать. Если я открою мою консоль, то я увижу, что вот начинается у нас get. Он начинает рендерить edit, после чего он также рендерит наш partial, который называется нижнее подчеркивание form. Вот, дорогие друзья, такой краш-курс по тому, как работают partial. И потом мы к ним еще, естественно, вернемся. Последний момент на сегодня – это удаление наших с вами вопросов. Для того, чтобы вопрос удалить, используется метод, который называется destroy. Этот самый метод destroy мы сейчас создадим здесь в контроллере. А ссылку для удаления какого-то вопроса давайте укажем здесь. Я скопирую вот эту штуковину. Здесь поставлю вот такую прямую черту, просто чтобы визуально отделить. Напишу destroy, то есть удалить вопрос. Здесь слово edit писать уже не нужно. Нужно написать просто question path, то есть путь к вопросу. Но не просто путь к вопросу, а мы должны объяснить, что метод у нас должен быть. Здесь, внимание, delete. То есть должен быть использован глагол http delete. Это еще один нестандартный глагол http. То есть мы уже знаем патч, да, нестандартный. Теперь мы знаем delete. И мы говорим, что нужно обязательно отправить запрос типа delete, объясняя, что вот нужно что-то удалить. Здесь еще можно сделать такую штуку, как confirm. Confirm – это просто сообщение, которое спрашивает у пользователя, уверены вы или нет, что вы хотите удалить. То есть дополнительная проверочка такая, так сказать. И так вот мы этот destroy сделали. Теперь что? Теперь давайте вернемся к questions. Нажмем destroy, и видите, он спрашивает, а если я нажму cancel, то ничего не произойдет. За счет чего это, кстати, все работает? Потому что это же JavaScript, да? Работает это за счет того, что в Ruby on Rails есть уже специальный JavaScript. Вот здесь в Application.js. В частности, эта штука называется Rails U.js. И в этом самом Rails U.js есть код, который немножечко нам жизнь упрощает. То есть, короче, вот эта штука, она уже обрабатывается Ruby on Rails автоматически, нам ничего здесь делать не нужно. Так, теперь мы нажмем destroy, окей. Ну, тут вообще ничего не происходит, потому что мы метод destroy не формализовали. В методе destroy нам нужно будет найти тот самый вопрос, который мы хотим удалить. Причем здесь обращаю ваше внимание на то, что вот начинается запрос http delete, и здесь айдишник вопроса, который мы удаляем, тоже передается. Вызывается метод destroy. То есть этот айдишник мы можем использовать, вот здесь мы его, собственно, и используем. Для того, чтобы удалить вопрос, давайте здесь без if пока обойдемся, мы пишем просто question destroy. После чего мы сделаем опять же redirect на страницу со всеми вопросами. Таким образом можно что-то удалить из базы данных. Нажмем destroy еще раз, нажмем окей. Страница перезагрузилась. Мы видим, что вопрос удалился. Если посмотрим сюда, то увидим шоу таким красным цветом. Здесь прямо указано, что delete from questions и идентификатор 2. То есть таким образом мы вопрос удалили. Ну и в качестве некоторого бонуса давайте мы здесь еще создадим метод, который называется show. Это последний стандартный здесь метод. Метод show нужен для того, чтобы, как вы понимаете, выдавать на экран информацию о конкретной какой-то записи. Метод show тоже использует вот этот параметр id, поэтому мы можем его здесь просто использовать. Для того, чтобы что-то показать, мы сюда давайте добавим вот этот link to. Вместо edit мы скажем show. Edit здесь убирается, то есть здесь префикс записывается просто как question. Я еще раз напоминаю на всякий случай, что все префиксы вы можете посмотреть с помощью rails rounds. То есть вот, в частности, мы видим, что для show, тут опять что-то не влезает, префикс просто question, поэтому я здесь пишу просто question. Тогда как для edit, префикс у нас edit question, поэтому здесь мы пишем edit question. Ну и так далее. То есть вот для всех вопросов префикс questions, тут new question, еще есть и прочее, прочее, прочее. То есть все эти префиксы вы всегда можете посмотреть здесь в rails rounds. Так, ссылку на show мы здесь передали. Теперь давайте создадим новый файлик, который называется show.html.erb. Здесь мы пишем h1, и мы можем здесь написать, например, заголовок нашего вопроса. А дальше можем написать просто параграф открыть и question.body сказать, то есть выдать тело этого самого вопроса. Ну, в принципе, можно здесь также выдать, например, дату, время, когда этот вопрос был создан. Таким вот примерно макаром. Здесь единственное, что нужно помнить, так как это question переменная образца класса, то и здесь это тоже должна быть переменная образца класса. Везде ставим собачку, не забываем, не ленимся. Теперь возвращаемся в questions и видим, что вот у нас ссылочка на show, нажимаем show, видим, что вот информация о нашем вопросе. То есть вот все это замечательно работает, вот поиск этого вопроса с помощью select, запрос типа get на questions.slash3 обрабатывается методом show. Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Теперь, кстати говоря, вот этот список можно убрать. Почему? Потому что мы с вами только что создали все семь основных методов, которые поддерживаются resources. То есть больше никаких стандартных методов тут не поддерживается. Я вам хочу сказать, что обычно семь стандартных методов этого вполне достаточно, хотя и не всегда. Поэтому для того, чтобы просто тупо сгенерировать все эти семь стандартных методов, вы можете писать просто resources questions и все. Если вам нужно сгенерировать отдельные методы какие-то, а не все, тогда вы используете либо only, либо можно еще писать except, то есть кроме. Поэтому давайте это обновим, обновим страницу, проверим, что все это работает. Вот наше главное, это все открывается, show открывается, то есть все замечательно. Таким образом, сегодня мы поговорили о том, что такое create, read, update, delete и как эту вещь имплементировать в Ruby on Rails. Ссылки на исходный код для серии видео будут в описании. Также подписывайтесь на наш канал Telegram, вступайте в наш чат, где мы обсуждаем разные вопросы. Ссылки тоже будут в описании. Обязательно поставьте лайк и прокомментируйте, пожалуйста, потому что это помогает видео промотировать. За всем все. Увидимся в следующем уроке, дорогие друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...